Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня мы с вами будем кушать вот такую вот вкуснейшую, просто обалденную... Это просто умереть не встать! Это просто... Это просто вау! Да! Значит, сегодня кушаем с понедельника на диете. Ну, просто, знаете, она настолько большая, что, скорее всего, съесть всё мне не удастся. Вот. Но просто решила всё один кусочек не ставить перед собой, потому что выглядит это безумно красиво. Я решила показать вам и поделиться этими впечатлениями с вами. Тут у меня, значит, яблочный сок от витамин. Максимально, он, знаете, такой натуральный. Оливочки. И давайте начнём пробовать. Мамина стрипня самая вкусная. Ребята! Ребята, как это вкусно! Просто единственный такой момент, ещё горячая. Только что приготовила мамочка. Я засняла. Рецепт вы можете найти на нашем кулинарном канале, который называется Айкук. Приходите, смотрите. Потому что обалденное блюдо. Здесь сверху сыр. Смотрите, я обожаю этот сыр. Ребята, конечно же, всё не съем, но покушаем, пообщаемся. Мы один раз снимали эконом-вариант этого блюда. У меня было видео романтический ужин за 500 рублей или за 100 рублей. Ну, там было это блюдо. Ну, там был фарш, по-моему, куриный. Какой-то суперзешёвый. Не было сыра, не было вот этих вот помидорок сверху. И вот, когда сравниваешь, ты понимаешь, что так намного-намного вкуснее, нежели тот вариант. Всё-таки слишком бюджетно сделать супер вкусно не получится. Сверху вот этот плавленый сыр придаёт вообще особый шарм. Здесь налезали медисточки. Какой-то вкусно. Кстати, девчонки, насчёт шаурме. Девчонки, мальчишки. Все меня спрашивают, вот, Айка, ты же обещала, что шаурма-челлендж? Где продолжение? Так вот, ребята, я не могу каждое своё видео снимать шаурму. Вот в следующий раз, когда я решу снимать шаурму, там уже будет три шаурмы. Потом, может быть, под ней через 10 я опять решу снимать шаурму. И вот тогда будет четыре. Шаурма – это просто любовь. Но сейчас я кушаю это блюдо. Реально очень вкусно. Это хорошее мясо. Вкус блюда сразу получается очень вкусный. Сейчас время 11. Это мой обед. По идее, я обедаю всегда где-то в два. Но это всё потому, что я завтракаю поздно. Но просто сегодня у меня есть дела. Мне нужно быстренько снять видео, смонтировать, выложить. Как же вкусно, ребята. Это вообще прям пар. Маслина. Это тоже особая любовь. Иногда даже, знаете, страшно. На улице такая погода, и ты понимаешь, что это январь, ребята. Это просто лето. Солнышко, плюсовая температура, и думаешь, блин, вот когда будет лето, начнётся у нас зима. Вот как помните, этим летом был август. На улице было настолько холодно, что было такое ощущение, что январь. А в январе как будто август. А в августе как будто январь. поменялись местами. Становится иногда страшно, что что творится на земле. Господи. Кто придумал соединить мясо и пюре? Кто это придумал? Давайте начнём отвечать на вопросы. Все жалуются. Я как больная набрасываюсь на еду. Вот. Не отвечая на вопросы, или отвечая на один вопрос за целое видео, вам это не нравится, я знаю, но, блин, если перед вами была такая же запеканка, и она просто смотрела на вас и издавала такие вот запахи, я бы посмотрела на вас. Вопрос задаёт Телл 7845. Привет! Привет! Творчеством какого человека ты вдохновляешься? Меня очень вдохновляет. Очень. Фьюти Бай. Я считаю, что это очень крутой блогер. Если я его где-то увижу, девочки, я за себя не ручаюсь. Я как побегу, брошусь на него, скажу, ах, ты живой, ты есть. На самом деле, я его зовут Феликс. Это всё-таки ну, как бы не женский контент, больше для парней, но всё-таки целеустремлённость некоторых людей меня очень сильно мотивирует. Я стараюсь смотреть на них и в чём-то подражать им, можно так сказать. Пусть у меня контент не как у него, но просто вот эта вот его работоспособность, он обженился, все дела. Ну, блин, клёвый он, реально. Если вы до сих пор не знаете, кто такой Пьюти Пай, то обязательно зайдите после моего видео и посмотрите, кто же это такой. Одно время были времена, когда у Иван Гая и у Пьюти Пай было одинаковое количество подписчиков, но Иван Гай после того, как стал богатым и знаменитым, как-то подзабил, а этот нет. Молодчина. Круто. Я тоже такой человек, я не люблю, когда блогер пропадает, потом появляется, потом опять пропал. Но я вам говорила об этом, да? А у этого вообще такого нету, у него я посмотрела, я не помню сколько, но у него больше несколько тысяч видео. Меня безумно мотивирует. Но я смотрю на него и думаю, если он может каждый день выпускать видео, почему я не могу? Он с такой аудиторией, с такой популярностью, с этими рекламными проектами, то есть находит время для Ютуба и снимает ролики. Почему я не могу? Меня вдохновляют трудоголики, например, даже если взять Ольгу Бузу, да? Все сидят, пипят, знаете, на диванах и начинают. И начинают. Ой, да вот она не умеет петь. То есть что? У человека может быть супер-вокальные данные, но у него нету ни одного поклонника. вы знаете, что меня привлекает в людях? Сейчас даже ее скажу. Меня привлекает в людях, когда в человеке есть какая-то харизма, когда человек, знаете, изучает счастье, несмотря на трудности, которые происходят в жизни человека. но я не могу сказать, что я не пропускаю ни одно видео пьюти пая, но просто какие-то моменты в его работе меня очень как бы привлекают. А так вот этот формат, который он снимает, мне, если честно, не очень интересен, но когда, блядь, в целом крутой чувак, ребята, реально. И не нужно завидовать. Вот я считаю, самое плохое, что может делать человек сам для себя, это просто кому-то завидовать. Сидеть на ровном месте и завидовать. нифига себе. Просто ничего, смешные ролики снимаются, только подписчиков. господи, как это вкусно, как это вкусно, это очень много. этот яблочный сок, он вообще настолько в тему. Вернемся к вопросу. Я не знаю, я отвечала или нет, в каком возрасте ты получила свои первые деньги. Помню, в каком-то видео я отвечала на этот вопрос, но если я отвечала, слушайте, еще раз, еще раз, еще раз. Мои первые деньги я заработала, когда я впервые пошла работать по Санхидмет, это что-то вроде паспорт стола в России, это работа с документами, это государственная организация, я еще училась в университете. Если говорить про официальную работу, да, это Санхидмет, а если не официальная, там я еще ноготочками занималась, но если говорить про конкретно, вот пошла на работу, заработала деньги, там, сидела, что-то помогала кому-то, то да. Но про ногти и про мой бизнес я вам рассказывала в одном из видео, если вам интересно, я стараюсь всегда вот интересный момент из видео, о чем видео, ставить в названии, чтобы вам было удобно, если эта тема вам актуальна и вам интересно мое рассуждение, вы можете зайти оттенять, чтобы вы не заходили просто так. Не заходили просто так и не падало у меня удержание аудитории. Вот. Так что видео, по-моему, называется «Мой бизнес» или что такое. Деньги и мой бизнес прям недавно я снимала. Ну, в общем, я работала в паспорт столяр. Сначала в одном отделе, потом в другом. И когда я пошла туда работать, это было на третьем курсе, два года назад, в общем, это было. и чуть больше, чуть больше, наверное, у меня был только начинающийся канал, у меня там было 30 подписчиков, и я похвасталась там и сказала, знаете, я блогер, у меня 30 тысяч подписчиков, и вы знаете, работники там, которые брали интервью, они просто немножко, как-то посмеялись надо мной, что у человека 30 подписчиков, и она показывает вот. И вы знаете, как раз-таки успех на Ютубе заключается в том, что ты не должна скрывать от всех, что ты Ютубер. Вот если ты скрываешь, просмотры у тебя не набираются, аудиторию набрать очень сложно. Мой совет, если вы начали снимать видео на Ютубе, я не говорю, что у меня прям супер много подписчиков, и я тут могу раздавать кому-то свои советы, просто дело в том, что я начинала недавно. Сейчас вам будут рассказывать о том, как получить популярность на Ютубе, например, Тейт Клэк, это было времена 2005 года, 2007 года, тогда условия были другие. Тогда ты просто заливал видео, и всё, у тебя просмотр, ты популярен, ты знаменит, а сейчас всё намного сложнее, ты можешь заливать вот такой вот контент, никто не будет смотреть. Почему? Потому что Ютуб не предлагает. Надо всем родственникам. Всем знакомым сказали, чтобы они смотрели ваше видео. Не факт, конечно, что они будут смотреть, хотя раньше, когда я просила всех, что смотрите мои видео, пожалуйста, никто не смотрел. А сейчас я смотрю, знакомая моя спрашивает меня, где я заказала роллы. Аиша, приветствую к тебе. Вот. Значит, смотрят люди. знаете, наверное, это неприятно, когда я у человека спрашиваю, ты смотришь мои видео? И он такой, да нет, мне некогда, это не мой формат, я мубанки не смотрю, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А потом мы что-то с ним болтаем, например, да, с человеком. И он мне говорит какой-то факт, который я говорила в видео. Вот я помню, что я на эту тему прям рассуждала в видео, а я ему про это не говорила. Например, я начинаю понимать, что человек смотрит мои видео, но почему-то не признаётся, это немножко так неприятно. Почему бы не признаться, почему бы не сказать, знаешь, крутые видео снимаешь, молодец. И вот немножко это, знаете, с одной стороны неприятно, потому что самые близкие люди тебя не поддерживают, но в интернете есть люди, которые вообще другой национальности, другого вероисповедования, может быть, даже не совсем близкие по духу со мной, но они тебя поддерживают, пишут тебе хорошие комментарии, а близкие люди, твои друзья, не поддерживают тебя, и это очень обидно. И потом, например, например, я вам так скажу, пройдёт год, например, да, может быть, когда-нибудь у меня будет миллион подписчиков, не знаю, клёвые контракты и так далее, и вот тогда эти люди начинают вспоминать про вас. Вот честно, такое очень часто бывает. Пока что у меня не прям такая большая аудитория, что вы знаете, вроде, вот так, да. Да, конечно, это много, но для ютуба это немного. в общем, как-то так. Поэтому всегда относитесь к людям так же, как и они относились к вам, когда вы начинали какую-то деятельность. В общем, на этом всё. Я села столько, сколько смогла, вот половину, можно сказать. Было очень вкусно, реально, обалденно просто, но всё съесть, это просто нереально. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, можете видовать стременно, что мне безумно приятно. С вами была Эмили, всем пока!